Добрый день Николай Николаевич, уже 7 января 2021 года, действительно, все православные люди отмечают Рождество, поздравляю вас, и я их тоже всех поздравляю. Спасибо. Мы находимся, как все уже, кто нас видел, в неустановленном месте, но в установленное время, как я сказал, 7 января. Все люди отдыхают, а мы чуть-чуть решили поработать. Благо, интересов людей, которые интересуются быстротекущими событиями. Мне представители Красного Радио передали для вас вопросы слушателями, их достаточно много накопилось, по ходу дела вы с ним. Ознакомитесь. Но один вопрос, который наверняка бы вошел в этот перечень, но его там нет в силу того, что быстротекущее событие у наших заокеанских соседей в Соединенных Штатах Америки настолько свежи и непонятно, что хотелось бы услышать ваш комментарий. Ну, имеется в виду, конечно, разгром Капитолия, действия пока еще действующего президента Дональда Трампа, и вот ваше видение вообще ситуации. Завидую, потому что Дональд Фредович-то накосячил на почти все статьи Уголовного кодекса, там погибло, насколько я знаю, вот СССР, 4 человека. Завидую в чем? Мне-то клепают вообще ничего, нет ни беспорядков, ни жертв, ни потерпевших, вообще никого. У него там, конечно, полно, Трамп, на мой взгляд, зря он, конечно, все это сделал, потому что, ну, сильный человек, он должен победы принимать достойно, ну и поражение тоже. А пригнать людей, там, так сказать, таких заведенных к Сенату, и чтобы они там все разгромили, ну, во-первых, это ничего не дало, жалко тех, кто погиб, бесспорно. Ну, все равно Конгресс утвердил выборы Байдену президентом. То есть, что еще могу прекомендовать Дональду Фредовичу, это ходатайствовать о том, чтобы его дело вел в Следственный комитет. У меня там есть знакомые теперь хорошие. Они, как бы, свое дело туго знают. Если на меня 25 томов набрали, то на Фредовича наберут, там, наверное, я не знаю, там, пару тысяч. Ну, в общем, плохо, конечно, тут злорадствовать нечего. Причем, вы знаете, вот люди, у нас, наверное, они спросят, а как вообще толпа туда вот такая ворвалась, там, они в зал заседания сели на кресло председательствующего в Сенате, где обычный вице-президент сидит, типа там кабинеты, а ведь там люди в основном, они сначала зашли просто как туристы. У нас понять сложно, но в американский конгресс может кто угодно вообще зайти, без всяких документов. Главное пройти металлоискатель, ну, чтобы там с собой ничего не принести. И там на заседаниях может присутствовать вообще кто угодно. И первые вот эти вот граждане, они просочились под видом обычных туристов. Там единственное, если они сидят вот на галевке, и что-то там орать начинают, там какие-то транспаранты, ну, там местная служба охраны обычных выводят. Это я все-таки к тому, да, что... Я там, кстати, тоже был. Ну, нет, не вчера. Я там, 15 тому назад, это я на всякий случай, мол, может, и мне это еще припоеют. Английский знаю, в Америке работал. Поэтому, видите, это в том числе говорит, ну, не вот этот ужас, конечно, а о том, что люди, вот, да, могут прийти и своих депутатов посмотреть, там, что они делают. У нас попробуйте в Госдуму пойти там с депутатами пообщаться. По-моему, там несколько постов охраны и прочее. Напоследок хотел бы опять по традиции спросить, даете ли вы согласие на то, что вот нашу частную запись я буду размещать тем способом, которым я сочту необходимым. Спасибо за предоставленную возможность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!